Всем привет! В эфире Универ Ньюз Артём Тупичкин и сегодня в выпуске. Открытие саммита Times Higher Education. Встреча солетовцев на сковородке. Профильные секции саммита Times Higher Education. Ректор КФУ Ильшат Гафуров открыл саммит передовых научных исследований Times Higher Education. Ведущее мировое рейтинговое агентство вместе с КФУ и Агентством инвестиционного развития Татарстана собрали в Казани 250 участников из 20 стран мира для обсуждения самых актуальных вопросов, стоящих перед современной наукой. Казанский федеральный университет стал местом проведения саммита передовых научных исследований. На открытии саммита присутствовал премьер-министр Республики Татарстан Алексей Писошин, заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Марина Боровская, руководитель агентства инвестиционного развития Республики Татарстан Талья Минулина, главный редактор Всемирного рейтингового университета Times Higher Education Фил Бетти и ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. Искренне надеюсь, что открываемые сегодня в стенах нашего университета столь представительные мероприятия позволят лидерам высшей школы установить новые перспективные и долгосрочные партнерские отношения с коллегами, содействовать в создании новых значимых международных научно-образовательных проектов и коллабораций. Мероприятие началось с обхода, на котором гостям были продемонстрированы беспилотные модели КАМАЗ, разрабатываемые совместно с Казанским федеральным университетом. Саммит, проходящий на площадке Казанского федерального университета, продолжится до 31 августа. В этом году его участники обсуждают будущее медицины, развитие высшего образования в качестве локомотива регионального развития, инвестиции, а также другие актуальные вопросы современной науки. Любое мероприятие нацелено на то, чтобы и республика, и столица Казани была более узнаваема. Но от любого мероприятия всегда синергетический эффект. Не только для республики, но и для самого высшего заведения, конкретно для университета, для всех университетов и институтов, которые расположены в республике. Кадры решают все, а квалифицированные кадры решают еще больше. На данный момент система высшей школы Российской Федерации прошла все этапы концентрации ресурсов. Ее сегодняшние шаги ориентированы на связь с работодателями и выпускниками, которые постепенно становятся главными отраслевыми партнерами научных учреждений по всей стране. Роль университета одного, она усиливаться должна тем субъектам, которые понимают эти задачи. Мне кажется, мы присутствуем здесь, как раз здесь такая территория, где и все руководство Татарстана понимает задачи университетов. И вот мы видим эти отличные эффекты и как они в действии проявляются. На данный момент образование – это основа развития Татарстана, согласно стратегии социально-экономического развития республики до 2030 года. Российская Федерация – страна, как вы знаете, самая большая в мире по территории. Конечно, она дисбалансирована, в том числе и в смысле развития науки и образования. У нас на сегодня есть на территории страны точки, которые мы действительно можем назвать достойным таким вот хабом для развития образования и науки. Республика Татарстан – это точно сегодня такая точка на карте Российской Федерации. И мы надеемся, что мы сможем себя так назвать и в дальнейшем на глобальном рынке, на мировом. В работе саммита принимают участие 250 экспертов и лидеров мнений в области развития высшего образования и науки из 20 стран мира, а также более 30 спикеров мирового уровня. The university has great physical infrastructure. It has outstanding provision in several areas of academic excellence. So it's a great opportunity for it to raise its profile on the global stage. We know it's got great strengths. It's one of the leading universities in Eurasia, one of the stronger universities in Russia. В рамках саммита стоит объявление первого рейтинга Times Heart Education университетов стран Евразийского региона, охватывающего Афганистан, Армению, Азербайджан, Беларусь, Грузию, Иран и другие страны. Рейтинг Times Heart Education является единственным глобальным рейтингом, который оценивают университеты, активно проводящие исследования по всем их направлениям деятельности, преподавания, исследования, передачи знаний и международное взаимодействие. Диана Шилова, Владимир Нелюбин, Универньюз. На сковородке напротив Казанского федерального университета встретились участники лагеря СОЛЕТ. Такие встречи являются давней традицией. На них встречаются дети, которые провели смены в лагере вожатые и волонтеры. Была встреча, все, получается, давно уже не виделись своих смен, кричали свои кричалки, называли свои танцы. И то есть это была последняя встреча всех детей вожатых до следующего года, до следующих смен. Сегодня здесь проходило собрание всех СОЛКЕШ, то есть детей, которые ездят в лагерь СОЛЕТ, очень известных в Татарстане. Они собирались, встречали своих друзей, танцевали, пели песни и просто веселились вместе. За день ранее до официального открытия пленарного заседания саммита Times Higher Education заявленные участники посетили профильные секции. С подробностями их работы вас познакомит Аделя Шамилова. В Казанском университете началась работа саммита Times Higher Education. Несмотря на то, что официальное открытие пленарного заседания саммита запланировано на 30 августа, все эксперты, заявленные для участия, прибыли в Казань и приняли участие в заседаниях профильных секций. Национальные инициативы академического превосходства, ключевые факторы успеха и будущее медицинского образования. Мероприятие, прошедшее на площадках Института фундаментальной медицины и биологии Казанского университета, призвано ознакомить участников саммита с лучшими практиками университетов мира. Открыл встречу Андрей Волков, научный руководитель Московской школы управления Сколково. Находясь у истоков проекта повышения глобальной конкурентоспособности 5100, он рассказал, какой смысл вкладывался в проект и к какому результату удалось прийти. Итак, желание было увеличить учебную капиталу русской университеты, и мы должны принимать в виду, особенно для интернационного зрения, я бы сказал, что, как, наверное, на французском модуле, в русском учебнике, в основном в русской академии sciences, это было исторически... Не менее интересным получился разговор на одной из предметных секций, посвященных будущему медицинскому образованию. В актовом зале научно-образовательного медицинского кампуса Института фундаментальной медицины и биологии КФУ собрались представители 20 стран, участников саммита. Модератором секции выступил проректор по биомедицинскому направлению, он же директор Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Андрей Киесов. В ходе секции перед аудиторией выступил Эндрю Гоу, профессор фармакологии и токсикологии, школы фармации и токсикологии Эрнста Марио, университета Рудгерс. Профессор Эндрю Гоу имеет более чем 30-летний опыт биомедицинских исследований и обучения. Еще один спикер Мальгольм Грант, профессор и проректор Йоркского университета, являлся президентом и проректором Лондонского колледжа до 2013 года. Все спикеры секции рассказали об опыте развития медицинского образования, в своих университетах. К примеру, доцент Лестерской медицинской школы Лаура Монган рассказала о своем видении перепроектирования учебных планов. После дискуссии, развернувшейся в ходе секции, у гостей была возможность ознакомиться с возможностями биомедицинского кластера КФУ. Адель Шамилова, Ленар Довлетиаров, Универ Ньюс. На этом у меня все. Смотри Универ Ньюс и будь в курсе студенческих новостей. Всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова